Доброе утро, мои хорошие! Начинаю новый влог. Только что проснулось. Время полдесятого. Сегодня у нас 14 сентября. Я сегодня, кстати, впервые спала под одеялом, потому что я мерзну. Хотя на улице не настолько прям холодно, но я еще та мерзлячка. Мне вечно холодно. У Твиксика хотя бы есть встроенная шуба. У меня и того нет. И каждое мое утро в последнее время начинается с душа. Сегодня у меня по плану мукбанг. Несмотря на все трудности, которые происходят сейчас у меня в жизни, я вообще такой человек. Я наступаю на одни и те же грабли по миллион раз и лучше даже с разбега. Два года назад была точно такая же проблема. В общем, срок действия моей карты истек, и мне нужно было ее поменять. И как вы думаете, что я сделала? Я просто сходила в банк, ее отдала и не сняла со своего счета ни копейки денег. Точнее, не сняла монаты. Доллары я немножко сняла и кинула на расчет, на счет другого банка. Ну, в общем, вы знаете, что дома я никогда не держу наличку. И налички у меня всегда бывает минимальное количество. Я считаю, во-первых, это удобным. Во-вторых, это безопасным. То есть, держать деньги под подушкой, я думаю, что это нецелесообразно. Лучше их положить в качестве депозита в банк. Я об этом вам миллион раз рассказывала и придерживаюсь этого правила. А деньги, которые я трачу, они у меня на карточке. И карточка сейчас не у меня. Я ее должна поменять. И, в общем, 4 дня получается я без денег. А я вообще такой человек. Я очень не люблю брать в долг. Даже у самых близких, даже у тех людей, которым я даю в долг иногда, когда нужно им, брать как-то мне неудобно. Если честно, я чувствую себя максимально некомфортно. Хотя это нормально. У меня есть немного совсем налички. И мне надо эти 3 дня как-то перекантоваться. Поэтому мне надо либо не снимать мукбанги, либо снимать с какими-то очень простыми блюдами. Или из того, что есть в холодильнике. Или что-то бюджетное. Честно, не снимать мне не хочется. Потому что я уже вошла в ритм. Тем более, вам тоже обещала, что постоянно будет контент. И тут резко пропадать мне не хочется. Поэтому, наверное, скорее всего, просто будем открывать закрома шкафов у их дома. И просто раскладывать на столе то, что есть. Я думаю, что вы меня поддержите. И сильно ругаться не будете. Да из чего угодно, в принципе, можно снять мукбанг. Даже с простыми какими-то блюдами. У нас в холодильнике есть мясо. Можно макароны по-флотски, например, приготовить. Когда я работала в магазине техники, у нас были сотрудники, которые получали зарплату. И первое, что они делали, пол зарплаты раздавали на долги. То есть 200 это тебе, 100 долларов тебе. И, в общем, у него оставалась только половина зарплаты. И до следующей зарплаты он опять набирал эти долги. И опять, когда получал зарплату, опять их раздавал. Я не такой человек, абсолютно. Мне очень стыдно. Меня еще, кстати, пригласили на свадьбу. Еще меня пригласили на день рождения. И два этих мероприятия в один день. Я вот не знаю, куда пойти. Пишите в комментариях, куда вам интересно сходить. Потому что я вас обязательно возьму с собой. Наверное, на свадьбу. Потому что день рождения каждый год. А свадьба раз в жизни. Поэтому, наверное, возьму вас с собой. И мы пойдем на свадьбу. Знаете, у меня ничего абсолютно не готово для свадьбы. Я просто одену то, что есть у меня в шкафу, наверное. Супер пышное вечернее платье. Я думаю, немножко будет не в тему. В принципе, я могу взять в прокат. Просто обычно в таких платьях на свадьбу приходят близкие родственники. Но я не могу назвать себя прям близкой родственницей. Я просто одногруппница. Мы с ней вместе учились. И вот у нее скоро будет свадьба. Я немножко сверху припудрила. Этот тон, кстати, мне не нравится. Просто мне жалко отданные на него деньги. Хотя он стоит недорого. Но обычно, когда я покупаю какое-то средство, я пытаюсь хотя бы пользоваться им до конца. В общем, этот тон мне не очень нравится, как сидит на лице. Но в обычной жизни я его не использую. Использую только для съемок. Сейчас постараюсь сделать какой-то красивый макияж. И чуть поближе вам покажу, что у меня получилось. Макияж готов. Я его очень быстро сделала. Даже голова не высохла. Поставила картошечку вариться. Будет у нас пюрешка. Небольшой такой спойлер на завтра. Этот мукпанг уже выйдет завтра. Не буду палить, что на нем будет. Хотя нет, давайте скажу, какая разница. Будут сердечки. Мне надо пожарить сердечки. Я уже поставила их размораживаться. И будет пюрешка. Макияж я тоже хотела сделать в синих тонах под эту кофточку. Но, как оказалось, оказывается, у меня голубых теней нет. Раньше были. Я их всех выбросила. Они просто у меня уже очень давно были. Мне кажется, уже давно срок истек. И я прям такую огромную палетку с разноцветными тенями выбросила. А сейчас я понимаю, что такой палетки в моей коллекции не хватает. Надо бы заказать. Под мукпангами часто вижу комментарии по типу того, чем ты накрасила губы. На самом деле, это не одна помада, а сочетание двух. Во-первых, это помада от NYX. Давайте вот так вот вам покажу, чтобы вы могли заскринить. Очень крутая помада. Вот ее совсем чуть-чуть осталось. Я покупала в самом NYX, если я не ошибаюсь, за 18 монат. Но сейчас она стоит гораздо дороже. И помада от Sleek в оттенке Ready Rock. Вот такой вот темный оттенок. Я его использую после контура на края губ. Получается очень красиво. Вообще, все помады от Sleek я безумно люблю. У них невероятно крутая текстура. И, естественно, моя любовь. Miss Thaise. Это в каком оттенке? Даже не знаю. В 716 оттенке. Все их карандаши просто обалденные. Не зря их валят блогеры. Это просто супер находка. Хочу купить себе весь набор со всеми оттенками. Стоит копейки, а качество супер. И хочу дополнить свой образ вот этими вот голубыми сережками. Один раз я их надевала. Заказывала Shane. Они стоили всего 1 доллар. В подобных изделиях ходить в городе, как я вам ранее говорила, я не люблю. Но для образов, для мукбанков я хочу заказать себе еще где-то 5-6 пар. В следующий раз, когда буду делать заказ, обязательно возьму интересные сережки именно для мукбанков. Еще там выбрала аксессуары для волос. Но пока что я держу себя в руках и пытаюсь пока что ничего не заказывать. Были, кстати, на мне вот такие вот сережки. Мне они очень нравятся. Они золотые. Очень люблю изделия, которые не нужно снимать. Вот цепочку тоже не снимаю, она у меня золотая. Я, если честно, изначально думала, что эти сережки будут чуть-чуть меньше размера. Но выбор, кстати, на Shane просто огромный. Таких вещей. У меня прям вся корзина полная. После того, как я с Shane начала заказывать еще набор резинок, состоящих из, по-моему, 100 или 300 штук, настолько удобно. У меня две пачки в запасе. И вот когда нужно, я не ищу резинки. Взяла три штуки и с тремя закрепила, потому что у меня волосы густые. Давайте все-таки покажу. Вот такие наборчики я заказываю с Shane. Я не знаю, сколько здесь штук. Это разноцветные. Это просто черные. И вот такая одна упаковка мне хватает где-то на полгода. А то раньше постоянно мучилась, искала резинки. Они у меня вечно терялись. И вот даже у меня есть упаковка. Она даже не вскрытая. Я купила на запас и просто оставила. Знаю, что понадобится. У меня здесь очень вкусные рулетики. Получилось их достаточно много. Я не уверена, что я все смогу съесть. Скорее всего, не смогу, потому что еще и пюрешечка будет. Но выглядит так намного красивее, когда их много. И эта дощечка, это просто находка. На ней классно смотрится все. У нас тут в подъезде, оказывается, во всю делают ремонт. Это, естественно, не может не радовать. А мы с вами направляемся покупать всякие штучки для мукбанка. Хочу купить немножко посуды и посмотреть, что же интересненького можно присмотреть. Мне пришло уведомление, что я уже сегодня могу забрать свою карточку. Я, естественно, очень обрадовалась. Первым делом поехала в банк, а затем уже по магазинам. В моей голове не было определенного представления, что именно я хочу. Единственное, мне хотелось какую-то интересную посуду для мукбанка. Как вы думаете, что это? Я тоже не сразу поняла. Оказывается, это подставка для свечки. И стоит 3,50. Для напитков мукбанка можно было взять вот такой бокальчик. Стоил 3 монаты. Но я думаю, что для такого верблюда, как я, напитка здесь поместится очень мало. Поэтому надо брать вазу. Вообще, этот магазин изначально был все по монату. То есть, все, что вы видите, можно было купить за один монат. Но сейчас магазин разросся. И теперь он составляет два этажа. И чего здесь только нет. И цены совершенно разные. Вот такой органайзер я покупала для Твиксика. И сейчас использую его как лоток. Только без крышки. В зоомагазинах большинство лотков, они очень низкие и очень маленькие. А я решила сразу взять большой. Не прогадала. Твиксику очень удобно. Даже несмотря на то, что он уже вырос. Наконец, я нашла то, что я искала. Это стакан с двойным дном. И внутри здесь как будто бокальчик. Если честно, я не совсем хотела бокальчик, а что-то другое. Хотелось, но смотрится тоже неплохо. Как вам, пишите? Вот этот уже больше похож на то, что нравится мне. Но, на мой взгляд, в таком стакане много напитка точно не поместится. Но зато как красиво будет смотреться со стороны. И да, кстати, цена. 10 долларов за вот такой вот стакан. 17 монат. А вот миска нам обойдется в 19 монат. Это чуть больше 10, 11 долларов где-то. Я, на самом деле, не особо разбираюсь по сути. Но, на мой взгляд, это все-таки дорого. Я не сразу поняла предназначение этого лепестка. И у меня сразу в голове появилась картинка, как же круто роллы бы смотрелись на этом лепестке. Но, как оказалось, это для аксессуаров. И это не посуда. А скорее органайзер. И, кстати, органайзеров здесь было очень много. Вот эта дощечка мне понравилась. Если бы она была раза в два больше, я бы обязательно ее взяла. Но, к сожалению, она маленькая и стоит 2,5 моната. Это недорого, но хлипкая конструкция очень быстрая. Я думаю, развалится. А на первом этаже была вот такая посуда. Стоила по монату любая. Но качество оставляло желать лучшего. Затем я уже направилась в другой магазин. И здесь посуда, обстановка, ассортимент был гораздо лучше. И, кстати, цены тоже были почти такие же. А какие-то позиции даже дешевле, чем в этом магазине, где все по монату. На первый взгляд магазин такой более лакшери. Но цены здесь куда более приемлемые. Мне понравились эти стаканы. И никак не могла определиться с размером. В большом я чем-то напоминал вазу. А маленький, боюсь, что мне будет маловато напитка. Короче, топталась я здесь долго. И, кстати, забыла вам заснять. Я нашла тарелку, под которую мы можем положить свечки. И еда всегда будет теплая. Мне кажется, для мукбанка это просто находка. То есть тарелка как бы находится немножко повыше. И внизу свечки. И какие-то блюда можно было подавать в таком виде. Очень жаль, что эту конструкцию я вам не засняла. Думаю, вам бы тоже было бы интересно. И, естественно, такие кружки с двойным дном. Это я засняла потом маме показать. Тоже мило смотрится. А особенно мне понравилась кружка с барашком. Я прям влюбилась в эту кружку. Вы смотрите, какое мимишество просто. Я еле удержалась. Я не купила эту кружку. Мне кажется, кому-то на подарок будет просто топ. Просто пушка. А мы с вами направляемся уже домой. Так, теперь наконец-то могу вам показать, что же я купила. Сказать честно, я проходила несколько магазинов. Но найти конкретно то, что я хотела, я так и не смогла. Поэтому взяла просто то, что мне понравилось. Во-первых, это вот такая вот тарелочка. Мне она настолько понравилась. Здесь рисунки, ручная работа. Очень красиво. Как по мне, разные цвета были. Мне понравилась желтая. Она такая яркая, красочная. Буду кушать в ней. У нас в основном тарелки такие более плоские. А в эту можно поместить очень много пюре или макарон. Прям бедрышко такое. Кстати, заметила, что в магазинах с посудой столько людей все что-то выбирают. И давно уже я хотела, значит, себе такой стаканчик с двойным дном. Однажды Оксану Самойлову в истории я увидела. И вот после этого прям очень мне хотелось. Просто я никак не могла определиться с формой. И самое главное, с размером. Твиксик, отойди, пожалуйста. Чуть большая стоила почти так же. Разница в цене просто копейки. Но мне почему-то большая напомнила вазу. Поэтому я решила взять эту. Мне она очень понравилась. Очень эстетично, красиво смотрится. Мне кажется, на мукбанках будет классно. Можно даже и тарелку использовать на мукбанках. Как вам? Пишите обязательно в комментариях. Будет интересно почитать. Я понимаю, в этом стакане так много напитка не поместится. Потому что здесь двойное дно. Но смотрится безумно эстетично и классно. Один такой стакан стоил 6,5 манат. И плюс еще эта тарелка, по-моему... А, тоже 6,5 манат. Как видите, здесь есть ценник. А большая такая стоила 7 манат. То есть разница всего в 50 копеек была. Ну что, с обновочками меня...